Всем привет и хорошего настроения, ребята, и сегодня продолжаем проходить с вами игру Трайлз. Теперь уходи со стоянки и добудь еще дерево с помощью топора, тогда я научу тебя делать по-настоящему ценные изделия. Понятно, встаем, значит, ребята, и идем искать дерево, раз она нам дала топорик. Так, и птичку она нам тоже дала, замечательно. Кстати, да, ребята, когда играешь на мобильнике, со звуком все нормально, а вот когда через эмулятор, как слышите, звук не очень хороший. Так, ну что же, собираем ракушки, мех и все, что мы встретим у себя на пути. Так, топорик у нас есть. Отлично, только вот как им пользоваться, я не знаю пока. Здесь у меня что, ага, ботинки, шляпа, штаны и куртка. Нет, почему-то нельзя его никуда присобачить. Странно, конечно, это очень, а как же я им буду пользоваться тогда? Сюда в карман тоже нельзя. Ну, зато яблочко можно. Какой же я брошу, мне бы хотя бы постричься. Опа, яблочко, отлично. Что там у нас лежит? Мех, по-моему, я не ошибаюсь. Просто смахни пальцем поперек дерева, чтобы начать рубить его. Ага, вот оно что, ребята. Закончил рубить дерево, смахнув как можно меньше раз. Смахнув как можно меньше раз? Ну, я не знаю насчет меньше, по-моему, наоборот, надо больше раз. Ну. Отлично. Все, топорик у меня кончился. Черт, я из-за этого достижения ни черта не вижу, что там написано. Сурби сосну я получил, круче. А, как раз то, что необходимо обеатрис. Собери бревна и пойдем дальше. Так, а где? А, вон они бревна лежат, отлично. Так, одно. Второе. Сосновая веточка. Кусок сосны. Ладно, идем с вами дальше, ребята. Так, нам еще, по идее, нужно одно. Нако, поешь немножко. Я знаю, что тебе нравятся яблочки, так что кушай. Ой, какой довольный. Продолжаем наше путешествие. Еще какая-то веточка. Вроде бы пока все чисто в округе. Я ничего такого не вижу. Нет камушек. А, известняк это оказывается. Так, зайчики тут прыгают. Но я с ними пока сделать ничего абсолютно не могу. К сожалению. С рогаткой можно охотиться на кроликов и получать ресурсы. Охота помогает выжить. Да, но рогатки-то у меня нету. Проводник. Так, что это бесполезное твое замечание. Так, а это там кто у меня идет? Кто там марширует? Ну-ка, давайте-ка, наверное... Стоит их ждать. Может быть, надо вперед идти? А то еще накумарят меня здесь. Так, а это что такое? Непонятное. Какой-то горох. Веточки. Ёлки-палки. Ребята, у меня уже сумка-то переполнена. Еще веточка. Ядрить ее на корень. Куда же мне это все складировать-то, а? Поместить все имеющиеся у тебя предметы в рюкзак будет нелегко. Но зато весело. Да уж куда ж там весело. Веселее некуда. Сейчас у меня все будет выпадать из рюкзака. Ну что тут за отряд скаутов идет сзади меня, а? Нет уж, ребятушки. Я пойду вперед. Мини-игра лесоруб. Спасибо вам большое. У меня топора нету. Так что мини-игра пролетает мимо. Так, главное, чтобы меня не подвели мои макосины, ребята. Необходимо рубить деревья, чтобы получить бревна. Так у меня топора нету. Я прекрасно понимаю. А как я их буду рубить? Вы мне топорик дали, блин. Он уже кончился. Вот веточки только есть. Так, давай иди сюда. Все, рюкзак. У меня есть подруга Энни, которая разгуливает по округе, подобно рекламному щиту. Она даст тебе классную штуку. Если ты возьмешь на себя смелость выслушать ее. Ёлки-пак, ребята. У меня все выпадает из рюкзака уже, а? Я уже не знаю, как тут все это поместить. Вроде бы все, да? Ну все, я понял, понял тебя. Так, это меня все-таки обогнало. А где эта Эмми-то твоя? Где твоя подруга? Я ее в упор не вижу. Ё-моё, у меня тут завал полнейший. Какой-то шарик. Нафиг вот этот? Ой, все выпадает. Какой-то панкуша тут прошел. Так, давайте все это укомплектуем. А, вон, ребята, кстати, уже и костер недалеко. Так, ладно, дойдем. А знаешь ли, там еще остались бревна. А знаешь ли, дорогая, у меня рюкзак-то уже переполнен. Вот стоянка. Беатрис будет ждать нас там. Да я вижу, что она стоит. Давайте, ребята, сядем на пенек и побазарим. Что нам, интересно, тут расскажут? Да понятно, что достижение. Молодец! Вот твоя награда! Что? Птичка! Первое основное задание выполнено. А каждое следующее задание ты сможешь выбирать из четырех разных категорий. Ага, вот оно как, да? Давай тогда. Можешь выбрать новое задание. Есть четыре пути. Охотник, лесоруб, исследователь и торговец. Посмотри разные вкладки справа. Чертеж индийской рубашки. Крючок для подвешивания инструментов. Так, ну что же, давай посмотрим, что у нас. Да, что такое? Торговцы отлично справляются с переноской большого количества ресурсов. Они изготавливают предметы с большим количеством крючков и карманов. И еще более большие рюкзаки. Ага, вот оно как, да? Это хорошо, с одной-то стороны. Так, сосновая шишка. Собери эдельвейс. Собери шишка скайуоки. Собери, ой. Охотники отлично подходят для сбора меха, шкур и кожи. Для сборки ресурсов они могут делать рогатки и охотиться на животных. Ага, вот оно как, значит, да? У тебя уже есть все нужные предметы. Впечатляет. Вот твоя награда. Да неужели они мне дали черчеж рогатки? Можешь выбрать новое задание. Охотники, да это мы уже читали. Так, ладно, охотники, все понятно с ними. Давай, хватит. Так, а что у нас такой торговец? Торговцы отлично справляются с переноской. Понятно, это мы тоже читали. Ого, чудесная фигурка, довольно ценная. Выбери ее в книжке изделий. Так, в книжке изделий, фигурку. Какую фигурку-то я так и не понял. Стоп, этим мы займемся потом. А пока вернись на экран изделий, чтобы сделать первую ценную вещь. Да, ну давай. Где у нас это? Так, рогатка, значит. Так, подождите, она что-то мне показывает здесь. Ну-ка. Отлично. Теперь выбери черчож с вырезанной птичкой, которую я тебе только что дала. Так, вот у нас птичка. Нужно два полена. За вырезанные фигурки можно выручить много чентов. Сделай сейчас одну. Ну что же, два поленья. Рычажок. И... А теперь давай продадим эту фигурку. Тебе необходимо больше чентов, чтобы пересечь реку. И что, я должен эту птичку продать теперь или что? Время торгов. Вперед. Ну давай выложим ее на торги. Эту птичку. 84 доллара, да? И это тоже выложим. И это... Так, давай этот известняк, он мне не нужен. Ракушку выкинем. Я вот думаю, шарик этот мне нужен. Нет. Так, веточки пошли. Топорик. Так, ну что, ребята. Давайте вот так вот все это выкинем, пока не поздно. Все равно эти ветки потом там насобираю. О, ботинки кто-то выкинул. Хе-хе. Так, и того я сколько получил? О, я на первом месте. Не буду я смотреть видео. Так, я на первом месте получаю, как обычно, какой-то приз. И что в нем находится? Давайте глянем обязательно. Так. Что? Это что такое? Что за горох? Вперед. Ты почти у реки. И помни, что изделие стоит больше, чем найденные предметы. Это мило с твоей стороны. Слушайте, а вот это вот реальные игроки или компьютерные, а? Мне такое ощущение, что это реальные игроки. Почему-то так кажется. Не знаю почему. Так, вот они пошли. Веточки, ребята. Так, это что у нас там? Мех. Значит, я не зря все-таки это все продавал. Так, бежимся спокойно, блин. Дерево я не могу рубить, потому что у меня нету топора. Интересно, куда подевался Тей Фэй? Он торговец, который летает на воздушном шаре, у которого всегда есть на продажу великолепные предметы. Дорогая, я не знаю, кто такой Тей Фэй, блин. Но мне тоже интересно, где он на своем шаре тут летает. Так, подождите. Еще мех. Так, ну это для кожевников, конечно, хорошо. А мы-то кто? Мы так и не выбрали, по-моему, себе профессию. Смотри-ка, смотри-ка. А, бежит, бежит, обгоняет. Ничего себе. Тот человек только что упал. У него, наверное, кончилась выносливость. А нечего обгонять меня. Ты можешь просто пройти мимо, а можешь взять эту фигурку, которую он выронил. Конечно, я возьму фигурку. Где фигурка, которую он выронил? Ага, птичка. Ого, никогда не думала, что ты воришка. Ну что же, каждому свое, воришка. Да иди ты в баню, ты мне только что сама предложила это. Так, что такое, что за глюк? Так, просралась вроде бы. Давайте соберем эту ракушку. Мех. Ну все, хватит уже, иди отсюда. Я понял, что... Воришка, сама ты воришка. Так, веточку я вижу. Забираем. Опять у меня рюкзак перепонил. Да ядрить его на корень. А куда это мы направляемся? Куда-то в Гималайи, что ли? Заснеженные горы? Говорят, что по всему протяжению тропы хотят организовать почтовую службу. Разве это не удивительно? А меня-то это каким макаром должно трогать? Я тебя не понимаю, проводник. Что ты мне несешь в какую-то ересь? Крапивное волокно? Смотри, наконец-то виден дым со следующей стоянки. Да неужели, елки-палки. А то у меня опять уже переполненный рюкзак. Смотрите, какие красоты, ребята. Что за индейство тут впереди меня идет? Так, ракушка. Но они, ребята, почему-то ничего не собирают. Странно, да? Как-то. Так, ну на этот раз я смотрю, тут нет Беатрис. Почему-то. Как же так? Как же мы без нее-то, а? Ну, видимо, это перевалочная база, где ее нету. Паром через реку будет у следующей стоянки. Но не забудь, что паромщику нужно платить. Ага, вот оно как, да? И это она намекает на то, что я должен сейчас проторговаться хорошенько. Ладно, ребята, сбагриваем все, что у меня есть. Я не знаю, хоть бы сказали бы, сколько будет стоить. Так, птичку. Давайте эти меха. Они мне не нужны. Так, все это на продажу. Все, абсолютно. Освобождаем себе рюкзак. Так, макосины, макосины, елки-палки. Да как же их взять-то? Как купить макосины? Ядрить вас налево. Во. Ага, отлично. Купил. Так, они какую-то рубаху выкинули. Все, я ничего не успел. И я на самом последнем месте. Ну и что? Главное, что я избавился, ребята, от барахла. Да сиди ты на месте ровно. Что ты дергаешься, это как паралитик. Ладно, ребята, давайте поддадим газку. Ну, я надеюсь, что денег у меня хватит на то, чтобы веточка, чтобы я мог заплатить паромщику. Давайте будем вот в таком темпе примерно, наверное, бежать. Иден Фоллс. Прекрасное место. Любой может купить себе дом. У некоторых дома такие большие, что похоже на замки. Да я в курсе, но я пока еще не настолько богат, чтобы покупать себе дом. Хотя, ребята, здесь это можно сделать. Так, яблочко. Так, еще. Веточки. Веточки, это хорошо. Но это если бы я был охотником. Тогда бы веточки самое то. Я мог бы делать рогатки. Убивать белочек зайцев. Делать, естественно, из них мех. И продавать. А зачем, если я это все и так нахожу? Хе-хе. Так, давайте ракушки. Там что у нас? Птишка, ты куда улетела, родная? Куда ты меня покинула? Ладно. Паромщик малость жадноват. Но без его лодки пересечь реки было бы невозможно. Ты меня с каждым разом все поражаешь и поражаешь, проводник, а? Я тебя для чего нанимал? Так, давайте. Мех. У меня опять достижение. Собрать 100 предметов. Ясно. Так, это тоже возьмем. Так, я не знаю, ракушку стоит ли ее. Тут уже все, рюкзак переполненный капитально. Так, я вижу дым, ребята. Вижу дым впереди. Смотри, вон лодка. Где лодка, ебай? Я вижу, там Беатрис у меня стоит. Она-то мне как раз и нужна. Ну, она, по-моему, рядом с паромщиком стоит, так? Ой-ой-ой, ребята, у меня уже сердечко зашкаливает. Надо немножко притихомирить свой пыл и пойти пешочком. Ага, следующая стояночка у нас, да? 12,2 километра я уже набегал. Так, что тут у нас за новые такие персоны сидят? Я рассказал тебе все самое главное о путешествии по тропе. И на этой стоянке ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Молодец, вот твоя награда. Так, выбери задание, да? Можешь выбрать новое задание. Угу. Рецепт яблочного сока восстанавливает 1-2 сердечка выносливости. Так. А здесь что? Собери утиное перо. Собери четыре простые, что-то непонятно. Гриб. Ага, можно запечь грибы. Собери перо индейца. Собери четыре... О, ё-моё, ребята, да тут... Это предел? Египетский ты насос, а? Сколько здесь всего, ребята? Ну, никак не ожидал. Так, ну ладно, я выбрал сок себе. Ну, чё? Ага, торги. Так, ребята, давайте все это нафиг сбагриваем. Обязательно эти ракушки идут сюда. Так. Веточки. Так, еще мех. Давайте это... Так, эти известняки, они мне не нужны. Веток слишком дофига у меня. Они очень много места занимают, ребята. Так, им не нужно денег. Я не знаю, сколько этот паромщик потребует. Ну, давайте... Шарик этот тоже сколько там? 151. Давайте все нафиг продадим. Вот так вот. Итого я имею 330 баксов. Чентов точнее. Так, я получаю подарочек. Что мне на этот раз дают? Это что такое? Так, это, по-моему, куриная ножка была. Окорочок, так скажем. Ты мне нравишься. Ребята, я говорю, это реальные игроки сидят. Такой же, как и я. О, смотрите. Молодец. Ха-ха-ха. Извините, привет, спасибо. Это было отлично. Видите? Ядрит он. Добрый день. Ха-ха. Так что, ребята, здесь не только ты один. Бегаешь, путешествуешь. Здесь реальные игроки ходят. А это уже намного интереснее становится. Жози. Так, это Жози звать. А эту что-то не высвечивается. Машет рукой она там. Так, ну что, ребята. Наверное, нам... А, шей. Обо мне. Так. 304 цента заработало. Новичок тоже. Ясно. И я новичок. Мы все пока здесь новички. Ладно, ребята, надо нам как-то идти на паром. И пресекать эту реку. А почему-то они не спешат. Добро пожаловать, искатель приключений. Путешествие в лодке по этой реке, которая изменит твою жизнь, стоит всего 200 чентов. А у меня как раз есть. Купить. Отлично, у тебя хватает денег. Теперь можешь отправляться через реку. Заплати паромчику. А куда же я денусь-то? Ну вот, ребята. И мы с вами пересекаем реку. И, естественно, продолжаем наше путешествие. Так. Два из пяти яблок. Нужно мне собрать. Ага, это чтобы я получил... Смог сделать этот яблочный сок. Так. Вот еще яблочко. Отлично. Так. Это у нас что, известняк, по-моему? Да. Так и есть. Ну и... Где? 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 Так. Ракушка. Мне бы лучше быть, конечно, яблочки, чем ракушки и известняки всякие там. Так. Будем идти, ребята, не слишком быстро, чтобы... Так. Это что? Известняк опять. Чтобы не так уж быстро у нас тратилась инергия. Ну, в принципе, и так нормально, да? Голову нам не пекет. Мы в шапочке. Рюкзачок у нас легкий. Так. Опять веточка. А это что? Мех. А вот там уже яблочко, я, по-моему, видел. Или нет? Показалось мне, наверное? Да, показалось, по ходу дела. Ну, ветка вижу. Забираем ее. Еще одна ветка. Опять я этих веток сейчас наберу. И у меня... Опа, ребята, впереди... Впереди что-то вижу. Так, у меня, ребята, макосины уже подходят к износу. Вы видите? Пожелтели ботинки. На фигурке. И если я не ошибаюсь, ребята, то впереди я вижу тот самый воздушный шар, о котором говорила Беатрис. Или проводник мой говорил, я не помню. А там должен быть какой-то супер-пупер торговец. И ребята там уже сидят на прилавке. Сейчас мы их немножечко потесним. Ну, хоть место есть еще хорошо. А то я думал, что все места заняты и не присесть будет. Хотя эти уже почему-то сразу же сматываются. Так, и чего? А ты-то откуда здесь пришла? Вроде сзади никого не шло. Ух ты, что это? Наверное, стоит зайти и осмотреться. Давайте зайдем. Вау. Добро пожаловать, путник. Меня зовут Тен Фэй. Все, что ты видишь вокруг, мой магазин для путешественников. Штаны лесника. Три кармана и никогда не кончается. Таинственные. Шесть редких предметов. Одежда и рецепты. На 20% больше места. Э-э-э. И чего взять? Это Фаворс 10. Пожар для моего любезного покупателя. Потратить их разумно. Так, он мне что-то дал. Монетки, видимо. Ну, давай я возьму вот этот вот. Большой рюкзак. Надоело терять вещи. Вот решение проблемы. Ну, и... Как мне его приобрести-то? Отдай Тей Фэй рюкзак мне. Вот это другой разговор. Так, замечательно. Спасибо. Пусть миллионы благословений снизойдут на тебя в пути. А как мне его теперь, интересно, активировать-то, а? Так, время торгов. Ремонт одежды. Ремонт торгов. Починить одежду. Пришлось потратить, ребята. Как сумку-то мне? Ой. Ой, ребята, сумка упала. Почему сумка упала и не вернулась обратно? Чё за... Чё за бред? Ё-моё. Где сумка? Я вас спрашиваю. Блин, я без штанов. Штаны назад надо. Это дополнительный карман даёт. Так, давай это на продажу. Ветки эти все на продажу. Слушайте, ребята, по-моему, я лопухнулся. Я только что продинамил сумку, которую приобрёл у Тей Фэя. Она у меня выпала из рюкзака, и почему-то я её не вижу. Она обычно, если падает предмет, он должен возвращаться автоматически ко мне в рюкзак. Здесь такого дела не произошло. Так, давайте успеем. Нет, не успел я ракушку. Вот, видите, ракушка вернулась. А сумка-то почему-то не вернулась. Алёха. Первое место, Алёха. Так. Ну что же тогда получается? Я остался без сумки, я продинамил деньги. Соревнусь с другими городами. А вон она, вон она сумка! Да иди ты, как вернуться-то? Ай, как закрыть это всё барахло? Да вернись ты, давай назад, ну! Чё ты творишь? Ребята, по ходу дела эту сумку уже спёрли. Вот ироды, а! Ё-моё! Сумка валялась, а, моя! И они её сптырили. Вот так вот, ребята. Вот оно что значит. Невнимательность и неосторожность. Лишили меня сумки, блин. Которую подарил мне Тэйфэй. Печально. Не буду я тут никому ничего говорить. Так, ладно, пойдёмте. Всё, я расстроился, блин, в корень. Продинамить сумку, а? Которой 20% больше места было. Да. Так, это что у нас такое? Это известняк. А мне, ну вот, яблочко, ребята. Яблочко. Да я слышу, слышу, птичка. Всё, она улетела, значит, скоро будет здесь где-то Беатрис нас ждать. Так, ещё яблоко. Смотрите, прям яблочные какой-то. Плантации. Так, ну, вроде бы пока здесь всё. Ничего не то. Но за сумку всё-таки обидно мне. Макосины я свои починил. Ещё яблочко. Так что теперь я в нормальных. Оказывается, ребята, здесь, да, имеет свойство портиться и одежда, и обувь, и шапки, и всё так далее. И тому подобное. Я так понимаю, и рогатки, и всё, что мы здесь с вами сможем крафтить и делать по дороге. Так, давайте глянем. Вот, видите, вот надо было, где, наверное, сумочка лежит, чемоданчик или что-то такое, туда вставлять его. Да. Завершить. Индейская рубашка. Простые макосины. Так, а вот этого у меня нет, ребята. Что значит завершить? А, рубашку типа завершить. Ага, заплатить ему две подковки для нехватающих у меня предметов. Нет, я уж как-нибудь перебьюсь. Известняк. И пока вроде бы здесь больше ничего нету. Так, кроме веточки. Даже двух. Так, где она вторая? Отлично. Опять рюкзак полный. Да что ж ты будешь делать-то, а? Что-то немножко, ребята, подлагивает у меня игра. Не знаю почему. Может, из-за того, что здесь реальные люди. Это что такое? Такой же, как и я. Ах ты, пройдоха. Смотрите-ка, он, ребята, что делает. Вот сейчас я у него стырил мех. Вот так же, видимо, у меня и стырили сумку. Он подбил белочку. Так, спасибо, незнакомец. Это ему вдогонку сказал я. Так, яблоко. Ну, главное, что здесь нет, ребята, какого-то перевеса, перегруза, как это во многих играх бывает. Кто там бежит сзади? Кто-то бежит, я же слышу. Так, еще мех. Здесь кто-то бежит. Точно бежит. А, идет, идет, просто идет. Опа, вот это вот уже... А, сдох кто-то. Спасибо за поление. Это, кстати, тот, который, по-моему, впереди меня и шел. А вот и родная наша Беатриса. Уже здесь поджидает. Так, отлично. И сейчас она нам предложит новое задание. Потому что я собрал нужное количество яблок, так что не надо мне свистеть. Вот, молодец. Вот твоя награда. Так, вот. Можешь выбрать новое задание. Собери сосновую шишку. Индейской юбки. Черчеж игручной птицы. Ценный предмет. Так, я даже не знаю. Повязки индейской. Ух ты, на два сердечка. Да, я думаю, вот это бы неплохо было бы. А то у меня всего два. И что для этого надо? Так, время торгов. Так, давайте глянем. Блин, нет. Не сюда я, по-моему, зашел. Ага, она мне пока еще ничего не дала. Это, видимо, еще надо сделать задание. Тогда получится у тебя черчеж. Так, и вот так. Ну-ка, давайте сделаем себе топорик. Качество среднее. Ага. Завершить. Что завершить-то? Блин, лишь бы топор не упал, а то еще и он упадет, и вообще будет великолепно. Давайте вот это все барахло продаем. Да куда вы все падаете-то? Ядрить вас на корень. Так, ну что же, ребята. Можно сказать, что все у меня пока на мази здесь. Все отлично. Деньги у меня есть. Материалы есть. Я себе сделал топорик. Буду бревна брать. Естественно, я буду птичек лепить, а потом их продавать. Сами видели, они стоят довольно неплохо. А яблочки мне пригодятся. Самому пожрать, ну, на худой конец, птичку покормить. Так, я еще подарок сейчас выиграю какой-то. Что вы мне дадите? Дайте что-нибудь замечательного. Ух ты, супер-макосины какие-то. Шикарно. Вот это, я понимаю, подарок. А то дают какой-то дрибудень. Ага. Треюск. Соединенные Штаты Америки. А, нет. Соединенное Королевство. Хотя бы пишут, откуда он. Ну что же, ребята. На этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока. И до скорых новых видосиков, ребята. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok